1 января вступили в силу поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе. Теперь работодатель имеет право перевести сотрудников на дистанционку без их согласия, но только при чрезвычайном случае, аварии, угрозе жизни и нормальным жизненным условиям, а также при соответствующем решении властей. Важно, что работодатель должен обеспечить сотрудника всем необходимым. Если специалист пользуется своим компьютером, то компания компенсирует расходы на интернет, антивирус, принтер и другие. Также новые поправки запрещают снижать зарплату при переводе на удаленную работу, если сохраняется тот же объем задач. Зато появились новые основания для увольнения. Если сотрудник два дня не выходит на связь с работодателем без уважительной причины, с ним можно расторгнуть трудовой договор. Другое основание для увольнения – переезд человека, из-за которого он не сможет исполнять служебные обязанности, например, за город, где нет стабильного интернета.